Друзья, всем привет! Я в гостях у Артёма Сталинка и Академия физической реабилитации. И мы сегодня покажем упражнение, которое обещали ранее, которое можно сделать для того, чтобы ноги стояли прямо, чтобы не было движений вот этих вовнутрь. И прорабатываем мышцы ягодиц, которые отвечают за вот это положение, цивилизацию. Ну и о девушках это хорошо, это будет крепкая попа, как орешек. В целом, да. Так что много целей мы сегодня преследуем. Основная задача это опять же донести мысль, как можно профилактировать травмы коленного сустава в борьбе, в частности. И здесь акцент мы сделаем на мышечную активацию, но при этом на стабилизацию сустава. В следующем ролике покажем, как отдельно можно именно специфическое упражнение для стабилизации. В общем, здесь основное мышцы, которые нас интересуют, это большая ягодичная, средняя ягодичная и группа наружных ротаторов дозабедренного сустава. Который по аналогии, посмотрите, предыдущий ролик мы снимали по плечу было, и там была ротаторная манжета. Вот это очень похоже как в плече, только в бедре своя такая же штука есть. И здесь я дополнительно использую подвес, если подвесов нет, можно взять стул, дверь или все что угодно. Фиксирую резину, то есть эластическое сопротивление на ногах. Мы будем сначала делать классический приз. Что нам важно, когда мы говорим о стабилизации колена? Это правильное положение коленного сустава и его контроль во время движения. Это все начинается опять же от стопы, то есть стопы мы располагаем таким образом, чтобы было три точки опоры. И смотрите, резину вяжем на бедра. Для чего? Если я сейчас расслаблю ноги, они у меня уйдут вот сюда вовнутрь, в вальрус. И это мы хотим избежать. Мы хотим уйти от этого положения и активировать те мышцы, которые помогают нам от него уходить. Я резину таким образом закреплю, что оказывая воздействие на нее, я делаю ротацию бедра. И тем самым посмотрите на стопы. Стопы сразу уходят в нормальное положение. То есть вот эта арка стопы, она сразу формируется. Опять же, человеку надо отдельно, если он не понимает, объяснить, что должно быть опора под большим пальцем. То есть плоско большим пальцем мы давим в пол. Здесь у нас формируется арка, опора под мизинцем, опора под пяткой. Три точки опоры. После этого колено в идеале, чтобы во время этого разворота смотрело на уровень второго и третьего пальца. То есть я не хочу его сильно сюда увести, потому что так не получится дать опору. Потому что большой палец уйдет, это неправильно. Мне нужно, чтобы оно осталось по центру. Чтобы все эти три точки остались на земле и давали мне хороший контакт с поверхностью. Колено, уровень второго пальца. Основное движение, разворот. Вы как будто представьте, я так пациентам говорю, что представьте, что вашу ногу как бы приклеили к полу. И вот мы хотим раскрутить, вкрутить туда бедро. То есть стопа не может двигаться. Мы вкручиваем бедро туда. И это основное выстраивание как бы ног во время движения. После этого мы обязательно должны с вами вспомнить и слегка подкрутить таз, собрать коробочку, выровнять грудь, выровнять голову. Дальше располагаю себя, ну так, чтобы дать поддержку в подвесе. Ноги ставлю на ширине таза либо чуть-чуть шире, чуть-чуть уже, это уже как вам комфортно по ощущениям в бедрах. Раз. Увожу из неправильного положения. Три точки опоры, раз под большим пальцем, два под мизинцем, три под пяткой, колено на уровне второго-третьего пальца. Коробочка, цилиндр собран, спина нейтральная. И банально приседаю. И вот здесь важен момент. Старайтесь приседать так, если мы говорим о стабилизации, о специальном навыке и специальной активации мышц, чтобы колено у вас не уходило сильно вперед. Я сейчас не говорю, что так вообще делать нельзя и не будем сейчас спорить, как его механика и так далее. Просто здесь постарайтесь голень сохранять ровной и как бы вставать на нее. Здесь другие задачи просто. Да, бедром вставать на нее, сокращать ягодичную мышцу. Если хороший контроль, то она должна сократиться, вы должны ее почувствовать. Мы именно должны сверху себя занести на бедро. И во время приседа избегать положения вовнутрь, избегать сильных положений кнаружу. Ну и, соответственно, стараться, чтобы колено сильно вперед не уходило. То есть оставалось, голень оставалась стабильной. И мы работаем сейчас через колено, бедро в основном. То есть даже голеностоп сильно не задействуется здесь. Это первый вариант. Второй, более сложный вариант, когда я остаюсь на одной ноге, эту ногу я ввожу в сторону. И то же самое, моя задача будет совершать тот же самый приз, но на одной ноге. Можно таким образом ее отвести. И всегда для усложнения нагрузки вы можете дать еще нестабильную опову. И, соответственно, дополнительную опову. И, соответственно, это будет вам акцентировать еще больше внимания на стабилизации канина. Потому что, когда мы даже на такую подушку становимся, то его удерживать уже сложнее. И все то же самое. Вот видите, уже стопа где-то чуть гуляет. То есть это реально не очень легко. Это первый вариант. Далее, соответственно, мы можем осуществлять... То есть здесь больше акцент будет на квадрицепс, на ягодичную. Мы можем осуществлять боковые приседы. С той же эластикой на бедрах. Здесь уже чуть больше акцента будет на отводящую группу мышц бедра. Но также, смотрите, колено я сразу стараюсь поставить, чтобы оно было на уровне второго пальца, не уходило вовнутрь. Три точки опоры здесь. Все то же самое. Сильно голень вперед не уходит. Это получается стабилизация правильная. Это, да, правильная стабилизация коленя во время бокового выпада. И третий вариант я хочу с акцентом на большую ягодичную вам показать. Это когда мы становимся таким образом. Здесь уже можно, если что, использовать вес какой-то. Также фиксирую себя с допопорой. Отвожу ногу в наружную ротацию, правую. Вот так. Назад и кнаружи. Фиксирую здесь. И теперь, смотрите, колено у меня все время согнуто. Оно смотрит, как мы обсудили, на уровне второго пальца. И я осуществляю движение со стабильной спиной только через тазобедренный сустав. И моя задача здесь почувствовать отдельно акцент на большой ягодичной мышце. Для профилактики, для возрастных спортсменов вполне подойдет и так. Кто хочет, кто чувствует себя хорошо, то, пожалуйста, можно утяжелеть. И делать то же самое, но с доп-весом. Доп-вес, ну, по-вашему самочувствию, безусловно. То есть, хотим акцентироваться, сделать больше. Можно брать и 9, и 10, и 15, и сколько хочешь. Гирь убрать там и так далее. Но вопрос, чтобы всегда... Как определить, правильно вы подобрали интенсивность или нет? Если вы при этих условиях технически правильно выполнить можете упражнение, значит, все правильно. Если вы видите, что вы сильные какие-то компенсации допускаете, и после этого чувствуете себя плохо, значит, неправильно. При этом многие люди на это не обращают внимания. Включайте голову. Да. Они реально делают, 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 понимают, что им плохо, понимают, что они компенсируют всем, чем можно, но все равно пытаются взять больше вес, пытаются что-то... Вот это неправильно подходящий. Понятно. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Полезное упражнение. Друзья, у кого проблемы с коленями, не дай бог, да? Будем пользоваться. Спасибо. Спасибо. До свидания.